Здравствуйте, с вами был блог. Ничего святого с Сергеем Боярковым. Я тот художник, который может заметить. Каждого Зеленский заставил померкнуть трагедию Дебальцева самым страшным образом. После Бахмута Авдеевки Углидар это то, что не дает Зеленскому право вспоминать о том, что когда-то было Дебальцево, потому что трагедия Дебальцева померкла перед той многократно превышающей трагедией, в которой виноват Зеленский. Я помню в 22-м году, когда я общался с нашими защитниками, теми, кто встретил врага в самый первый день с оружием в руках, ну, через месяц, два, три, пять. Поддержка Зеленского в войсках была, ну, 90-процентная, может быть, 80-процентная. Но сегодня, когда я общаюсь с теми, кто непосредственно защищает и приезжает с передовой, то, что я слышу, это, ну, скажем так, десятикратно превышает эмоционально и по эпитетам, то, что я культурно доношу в своих влогах. Я, когда общаюсь с теми, кто непосредственно прошел фронт, вот, то, что они думают о Зеленском, заставляет меня как-то немножко стесняться, боже, ну, почему я настолько воспитан, культурен, можно сказать, почти комплиментарен. Это все из-за Ютьюба. Я вам скажу честно, Ютьюб, он заставляет держаться в определенных рамках. Как вы понимаете, когда я общаюсь с теми, кто приехал с передовой, рамки Ютьюба там вообще не работают. Оказывается, они меня смотрят там отделениями и целыми взводами и полностью меня поддерживают, потому что такого количества желающих сфотографироваться вот за последние полгода не было даже в мирные времена, когда я сидел на всех телеканалах. Вот в ток-шоу разговаривал сегодня это такая искренняя, настолько щемящая от души поддержка, понимание и желание выплеснуть свои эмоции негативные по поводу вот той шоблы, которая правит сегодня Украиной, бесит все. Когда я вижу этого пророссийского, абсолютно пропутинского, медведчуком поставленного нардепа Дмитрука, потому что была квота Медведчука в слуге народа. Мы же понимаем, были квоты всех игроков, в том числе была квота Медведчука. И ни три, ни пять, ни десять человек зашли по квоте Медведчука. Потому что такого количества предателей, в том числе устраненных главным управлением разведки Украины, депутатов народных от слуги народа, местные, я вообще не говорю, сколько их убежало, ни одна фракция, кроме ОПЗЖ, в процентном количестве так не отметилось по количеству предателей, как слуга народа. Дмитрук в Лондоне работает публично на Путина в качестве депутата народного Украины от фракции слуга народа. Он что, такой один? Да нет. Их целая толпа. Кстати, в том, что трагедия у Гуглидара произошла с такой дикой скоростью, ну, военные абсолютно четко, вот, они говорят, что есть трепливый язык без угла, которая растрепала уже не в первый раз. То, что, где, как будет происходить ротация меня зато. Фактически в публичной плоскости помогли врагу. Трагедия у Гуглидара в том, что 72-ка уже отходила без приказа, потому что надо было сберечь хоть кого-то. Брехливые манцы о том, что, да ладно, потерь не было, всего время отошли. Но мы же сегодня, когда есть соцсети, когда есть личное общение, рассказывать эти бредни, это просто не уважать священную память погибших и плевать на раненых и тех, кто все-таки смогли отойти. Потому что вранье в лицо и в глаза имеет базу того, что неумение управлять войсками, нежелание назначать эффективных командиров назначают не профессиональных, а верных. Прежде всего Ермаку. У нас главный кадровик украинской армии это Андрей Ермак. Ни один генерал не назначен без его личного одобрения. Что-то я не помню, что Ермак заканчивал Академию Генштаба. С какого лешего? Вот это шушера, это квартальная гребаная шобла назначает генералов кого, на какое направление. Они определяют кадровую политику Генштаба. Эти клоуны гребаные, этот ларечник, завхоз и его формальный шеф, но на самом деле подшестный клоун Вова, они планируют боевые операции. Послушайте, ну при таких командирах вы ожидаете других результатов? Кстати, так по ходу дела, чтобы не забыть, помните, что на разрушенный Ахмадед собрали порядка 10, по-моему, миллионов долларов, плюс-минус. Ну, понятно, деньги там давали все, там давали АТБ, Эпицентр, там все, вот все эти все. Ну, Порошенко сказал, давайте так, я не верю зеленым, можно я, вот дайте мне корпус, который я восстановлю за свои деньги сам. Можно, ну, я, ну, чтобы моих денег не крали подручные Зеленского, можно я бесплатно сам сделаю от начала до конца. Ему сказали, нет, нельзя. Только нам на карман нельзя самому помочь детям. Кстати, все дети разбросаны под другим медучреждением, персонал разбросан под другим медучреждением. Самое интересное, что сейчас, если на момент вот тогда, когда только прилетело разгребли, надо было миллионов 10 гривен только для того, чтобы законсервировать на зиму, если бы тогда сказали, что, ну, мы не успеем сделать ничего, сегодня надо 30-40, а то и 50 миллионов гривен, чтобы законсервировать на зиму. если этого не сделать, ну, а скорее всего этого не сделают, то тогда все это придется сносить нахрен и строить заново, потому что, если появится грибок, то для медучреждения это уже будет неприемлемо. Если стены с грибком, то медицина скажет наша дружная найн, это антисанитария, все, забыли. Конечно, конечно, команда Зеленского, все эти там Горбуновы, которые были там в Наглядовой Раде по этому делу, они все доведут до того, что деньги не выделят на консервацию, это все готовы попилить, понимаете, это все хотят попилить. Вот пока все не распилят, ничего и не сделают. Сколько прошло времени? У нас уже осень, на носу зима. Знаете, что по Ахмагету сделано ноль? Просто ноль! Вот Шобла Зеленского сейчас в руках держит 10 миллионов долларов и думает, как бы их быстрее распилить, быстрее распилить, пока мы у власти. Ноль потрачено на Ахмагет ни копейки. Мало того, этого руководителя Ахмагета, его сняли, ну что он трындит? Ну что значит, ну что он вообще возбухает? Ну почему он вот это вот говорит, что ничего не делает, дайте нам деньги, мы хотим детям что-то построить, вернуть. блин, тут такое десяточку лямчиков да попилить, что он тут под ногами носит? Убрали. Теперь вроде бы как тихо, но тихо не будет, будет громко, а потом будет жестко. Кстати, ну эти темы известные и понятные, но я вот тут посмотрел в новостях, я проверил там на разных ресурсах, оказывается, есть у нас такая, ну, точно хорошая контора, пташка дронс, так вот, их главного инженера, ну, это компания, которая собирает БПЛА, это то, на чем держится сейчас не просто фронт, это то, на чем сейчас держится независимость Украины, вот мы сейчас держимся на вот тех, кто эти дроны производит, завозит, поставляет комплектующие, разрабатывает, без них нас нет, так вот этого главного инженера, простите, забыл, как его звать, ну, это не суть важно, его просто арестовали, его ТЦК, вот эти вот, вот эти вот, вот эти вот, эскадрон козлов летучих, потому что у него все были документы, вот в его случае, это эскадрон козлов летучих, в данном конкретном случае, козлиные морды, которые сработали на врага, они его загребли куда-то там, ну, короче, на полигон, понятно, сейчас будет скандал, понятно, что его освободят, понятно, найдут какого-то попку дурака, который виноват, скажут, что виноват там, 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 там Женя Хрюкин или Вася Жопин, но виноват это не Вася Жопин и не там Жора Хрюкин и не там Игорь Пупкин, нет, виновата вертикаль, которая идет от Ермака вниз, освещенная Зеленским, которая обеспечила то, вот этим свинством, этим скотством, что никакого, извините меня, подразделения в Польше не собрали, там говорили, Зеленский говорил, что с Дудой, мы, бригаду соберем, я, 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 я буду, зуб даю, ну, в натуре, да, бригада это минимум, мы соберем, вы ж помогите, да, помоги мне, сердце гибнет, оказалось, батальон собрать не могут, то есть, говорили про бригаду, поляки думали, что зелье не трепло, ну, хотя бы, что он не трепло, до такой степени оказалось трепло, батальон они могут собрать, потому что, когда люди в Польше смотрят, что произошло с 70-двойкой, когда они видят, что происходит с Ахмадетом, мы уже забыли про яйца, там, там, по 17 гривен, про фляги, которые в 10 раз вырастали в цене по сравнению с оптовой цене в Китае, то есть, в 10 раз они вот у нас в армию поступали по большей цене, куртки летние превращались в зимние, люди на это смотрят, люди смотрят, как арестовали главного инженера, который помогал строить БПЛА, и они сидят в Польше, говорят, да не, ну его нафиг, ну подождите, мы, конечно, любим Украину, готовы защищать, но эта коррупционная банда идиотов, они, ну, как-то вот очень сильно демотивируют, кстати, я скажу, так, бантик, знаете, я как старый телевизионщик, в конце выпуска такая красивая, яркая новость, обычно пандочек показывают в новостных программах, пандочки у меня для вас нет, у меня для вас есть вместо пандочки Дональд Трамп, он лайкнул пост, ну, в своей сети, украинского пользователя, он поблагодарил его, что тут читает, никнейм пользователя, которого лайкнул и поддержал его Трамп, был Z-A-L-U-P-A, за Дональд, Дональд, в общем, да, вот, вот такой он, наш Трамп, лайкает, не глядя, господи, как вот, кто бы научил Трампа, когда он кого-то лайкает, хоть немножко предохраняться, черт побери, ну, бог с ним, с Трампом, кто бы научил нашего дурноватого избирателя предохраняться от Зеленского, когда избиратель прется на участки, ну, при тем, надо что-то, понимаете, на себя одевать, перед тем, как вот идти и вот так вот погружать свой голос в эту урну, не предохраняясь, напишите, что вы думаете по этому поводу, не забудьте подписаться на мой канал, лайки, комментарии, обязательно репосты, потому что у нас украли с вами свободу слова, мы должны компенсировать блевотину марафона нашей медийной активностью, победа будет за нами, потому что за каждым из нас персонально и обязательно не заржавеет. субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok,